Так, ну, значит, у нас пока своим чередом идут контрольные, идет выбор проектов. Если есть какие-нибудь вопросы про это, то задавайте в частном порядке. Значит, сегодняшняя лекция стоит немножко особняком, потому что мы не будем обсуждать никакой новой модели, никаких новых классов, а будем обсуждать что-то про уже пройденное, то есть как эти классы соотносятся между собой. Значит, и вообще в этой науке есть довольно мало универсальных техник, но одна из этих универсальных техник — это техника диагонализации. Мы с ней уже встречались на первом курсе, когда доказывали несчетность множества действительных чисел, когда доказывали существование невычислимых функций, на там неразрешимость проблемы остановки. Да и, в общем, теорема Гёделя может излагаться через диагональный метод. В общем, много разных приложений. И общая идея такая, что если у вас есть какая-то клетчатая таблица со счетным числом строк и столбцов, то если вы в этой клетчатой таблице возьмете диагональ и ее измените, то получится строка, которой нет в этой таблице. То есть обращенная диагональ — это что-то, чего нет в таблице. Ну и вот эта вот идея в теории сложности вычислений тоже в разных местах играет. Значит, вот некоторое количество примеров мы изучим. Значит, в книжке написано немножко больше утверждений, чем я успею доказать. Соответственно, что не успею, останется на семинары и самостоятельное изучение. Вот, значит, начнем мы с очень важной вещи. Значит, теорема об иерархии по времени. Вот, значит, у нас уже некоторое количество классов изучено. В частности, есть классы P, NP и EXP. P вложено в NP. Читаем, P вложено в EXP. И что про первое вложение неизвестно, строго оно или нет, то и про второе на самом деле тоже неизвестно. То есть, может быть так, что NP, может, в смысле, не противоречит нашим знаниям, что NP — это очень слабый класс, что он вообще не выводит за рамки P, но также не противоречит нашим знаниям, что NP — это очень сильный класс. И прям все задачи из EXP можно в него включить. что бы это значило? Это означает, что если есть какое-то вычисление экспоненциальной длины, то есть какое-то полиномиальная длина доказательства того, что это вычисление приведет к единице. но в некоторых случаях это может быть так, если вычисление представляет собой экспоненциальный перебор. Значит, тогда момент успеха, нужно просто сказать. Но в общем случае это совершенно непонятно, почему так бы было. И на самом деле, скорее всего, это не так. Скорее всего, EXP — это гораздо более богатый язык, гораздо более богатый класс, чем NP, P, но мы этого не знаем. Зато мы знаем, что первые и последние классы в этом ряду различны. Что все-таки P не равно EXP. И это одно из следствий теоремы оба иерархии по времени. То есть если ее так формулировать не строго, то можно сказать так, что за большее время можно решить большее число задач. Значит, за большее время можно решить больше задач. Ну а формально формально определение такое, что пусть F и G две функции значит, пусть F и G значит, это две ну скажем, чтобы там каких-нибудь патологических примеров не было значит, я скажу, что это две монотонные конструируемые по времени функции. и еще они больше N и такие, что F умножить на ну там, дай я себе напишу подробнее F от N умножить на логарифм F от N это O маленькое от G от N я напомню, что такое конструируемые по времени значит, это означает, что можно вычислить F от N за время F от N грубо говоря да, соответственно, это вот такие хорошие функции да, они совсем уж плохие вот и это как-то такие две асимптотики и они они так расходятся друг от друга хотя бы на логарифм ну, значит, вот это вот F от N на логарифм F от N будет O маленькое от G от N значит, тогда тогда D-тайм от F от N строго вложено в D-тайм от G от N да, соответственно, вот G от N это более быстро растущая асимптотика и этой более быстро растущей асимптотики хватает, чтобы вычислить больше функций вот хорошо значит, понятна ли формулировка а понятна ли, как из этого следует что P не равно эксп? ну, просто дело в том, да что любое полином это O маленькое от любого экспонента вот ну, и можно там какую-нибудь промежуточную функцию взять, типа 2 в степени корень из N, например или даже 2 в степени просто N да, потому что здесь в классе EXP могут быть любые экспоненты не только 2 в степени N но и 2 в степени N в квадрате N в кубе все такие полиномиальные экспоненты и даже если вы возьмете в качестве F 2 в степени N а в качестве G 2 в степени N в квадрате то тогда вот это вот будет выполнено и получится, что есть задача есть язык который распознается за время 2 в степени N в квадрате но не за 2 в степени N ну и тем более, раз он даже за 2 в степени N не распознается, то тем более он ни за какой полином не распознается вот и получится язык который лежит в EXP но не лежит в P вот, в общем, можно написать следствие которое состоит в том, что P строго вложено в EXP ну и в принципе тут можно даже про все классы, которые мы изучали про все асимптотики сказать, что они все строго вложены да, то есть можно, например, сказать, что P вложено в квази-P да, квазиполиномиальное время это N в степени полинома от логарифма да, то есть тут как бы вот если F это полином то здесь умножается на логарифм, да, то есть тоже полином получается да, и а здесь если больше, чем полином то, значит, уже будет O маленькое O, значит, P строго вложено в квазиполином значит, квазиполином строго вложен например, в субэкспоненту значит, где субэкспонента я, по-моему, не упоминал этот класс это такой хитрый класс это пересечение всех экспоненциальных асимптотик где в степени может быть даже не линейная функция а какой-то степень с показателем меньше единицы да, то есть это субэксп, это пересечение по всем эпсилон больше нуля D time а 2 в степени в степени эпсилон вот, но опять же можно показать, что между полинома от логарифма и от такой степенной функции что-то еще есть поэтому квазиполином от субэкспонента можно отделить вот, ну, значит, дальше субэкспонента вложено строго в E да, значит, где E это линейная экспонента 2 в степени константа на N вот, ну, а E строго вложено в EXP вот, ну, и вообще, тут на самом деле очень тонкая иерархия получается, да то есть, например, если вы рассмотрите просто полиномы разной степени то они тоже все разные получатся да, то есть, есть задачи, которые решают за N в четвертом, но не решают за N в кубе а есть, которые решают за N в сотой но не решают за N в девятнадцать девятой вот, и это, значит, этот факт, в принципе как раз позволяет вот этот разговор про то, насколько оправдан класс P да, что получается, что есть задачи, которые решают за N в сотой но не решают ЗН-99, а мы почему-то считаем их эффективно решаемыми, хотя ЗН-99 они не решаются. Но все-таки такие задачи тут искусственно строятся, и, как правило, естественно, они все-таки не возникают. Ну и опять же, если уж у нас асимптотическая теория, то тут асимптотика есть асимптотика. Да, раз уж мы договорились, что в квадрат можно возводить, оставаясь эффективным, то все полиномы должны остаться. Хорошо, значит, теперь как эта теорема доказывается? Значит, ну тут... Значит, идея такая, что мы возьмем некоторую такую промежуточную функцию. Кита-Шатен — это промежуточная между F и G функция. Значит, как именно промежуточная? Ну, нужно делать следующее. Нужно, чтобы, во-первых, одновременно было F от N, это было о малом, от H от N. Что-то для H от N было бы верно то же самое, что H от N умножить на логарифм H от N было бы все еще малым O G от N. Вот. Но вот предлагается подумать, почему такая функция обязательно существует. Потому что... Ну, почему просто существует, это понятно. Она еще должна быть конструируема по времени. Ну, вот подумайте, как ее сделать. Вот. Хорошо. Значит, такую функцию мы рассмотрим. И дальше нам нужно придумать... Значит, нам нужно придумать такую... Значит, такой язык, такую задачу, которая бы вот за G решалась, а за F не решалась. Вот. Но мы сделаем так, чтобы она вот за вот это вот число, значит, H, H, LOC, H решалась. В принципе, тут, наверное, вот здесь вот, наверное, даже у малой не обязательно. Здесь можно его большое. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Значит, ну, идея такая. Значит, нам, смотрите, нам нужно сконструировать какую-то такую функцию, чтобы все программы, работая время F, на ней бы ошибались. Да? Значит, делали бы не так. Вот. Ну, и идея стоит в том, что вот мы запускаем программу на каком-то входе, который желательно диагональный должен быть. Да? То есть нужно запускать программу на ее собственном номере. И обращать результат. Вот. Хорошо. Значит, пусть у нас есть какая-то нумерация всех машин Тьюринга. М1, М2, М3 и так далее. Значит, это все машины Тьюринга. Значит, причем, тут нужно, чтобы каждая машина повторялась бесконечно много раз. Значит, это нужно либо искусственным образом сделать, либо просто это само получится, если вы просто естественным образом кодируете машины Тьюринга, да, то, например, вы какой-то уже готовой машине Тьюринга можете добавить фиктивное состояние, на которое в ней никак не участвует. И эффективная команда с этим фиктивным состоянием. За счет этого у вас как бы строка удлинилась, а программа та же самая осталась, потому что все эти новые состояния никак не достигаются. И, соответственно, их можно добавлять сколько угодно и таким образом как бы раздувать описание, при том, что действие точно таким же будет. Вот. Значит, хорошо. Значит, тогда мы будем действовать так. Значит, наша диагональная функция получает на вход x. Значит, делает следующее. Значит, она запускает mx на x на f от длины x шагов. Сейчас. Точнее, наверное, лучше даже на h от длины x шагов. Значит, mx от x значит, мы запускаем. В общем, мы запускаем, делаем наоборот. То есть, если mx от x mx от x равно единице, то мы возвращаем ноль. Но ноль возвращаем, если mx от x равно единице, и mx от x работает меньше, чем h от длины x шагов. Но если x это число, то его длина это логарифм, то есть число битов. Мы доказываем теорему, да. Значит, мы... Мы... Я сейчас хочу определить язык, который как раз будет лежать. В большем классе будет распознаться за g шагов, за g от n шагов, но не будет распознаться за f от n шагов. Значит, это будет ноль, если mx от x равно единице, и работает вот столько. Ну, и единица иначе. Ну, точнее, тут важно следующее, что если mx от x равно нулю и останавливается за столько шагов, то нужно обратить единицу, нужно вернуть единицу. Вот. А если ни то, ни другое, то надо просто как-то решить, что вернуть. Можно всегда 0 возвращать, можно всегда единицу возвращать. То есть, если просто машина не остановилась за такое число шагов, то в данном случае мы тоже единицу возвращаем. Вот. Соответственно, вот эта машина d значит, машина d распознает какой-то язык. Значит, d распознает некоторый язык. Ну, скажем, s его обозначим. Тогда утверждается, что именно вот этот s распознается за время g от n, но не распознается за время f от n. Значит, тогда вот этот самый s лежит в d time от g от n без d time от f от n. вот, если мы это докажем, то тюрема доказана. Да, ну, точнее, то, что это просто вложено, это очевидно, да, поскольку уже растет быстрее, да, значит, все, что можно за меньшее время распознать, за большее уж точно можно. Но если мы еще докажем вот это, то мы докажем строгость вложения, да, потому что тогда вот этот язык будет как раз распознаваться за большее время, но не за меньшее. Так, хорошо, значит, как это доказывается? Значит, ну, во-первых, почему за g от n можно распознать? Значит, почему s лежит в d time от g от n? Ну, потому что можно просто по определению вычислить. Да, то есть тут нужно две вещи. Во-первых, нужно вычислить h от длины x. Да, то есть программа будет вот так устроена. Первое, это вычислить h от длины x. И тут как раз требуется конструируемость по времени. Да, потому что, причем именно функция h. Да, что функцию h можно вычислить за время порядка h, и это время будет меньше, чем порядок g. Значит, тут порядок h от длины x шагов. Вот, ну, а второе, это, соответственно, вычислить mx от x с контролем числа шагов. И вот тут нужны некоторые детали моделирования, потому что дело в том, что машина mx может, вообще говоря, иметь совершенно произвольное количество лент. А наша машина, которая вычисляет функцию d, должна иметь какое-то конкретное число лент. Значит, нам в любом случае в любом случае нужно моделировать машину с произвольным количеством лент на машине с фиксированным количеством лент. И за счет этого время выполнения как-то увеличится. Значит, если действовать тривиальным способом, который мы обсуждали, да, что просто вот так вот все, все копировать там на одну ленту или на немного, то время может увеличиться в квадрат. И, соответственно, если так действовать, то, в принципе, вот и здесь вот, и вот здесь вот надо вместо f на логарифм f нужно писать f в квадрате. В принципе, уже такой ослабленной теоремой об иерархии хватит для всех вот этих вот вложений. Значит, для всех вот этих вложений достаточно, что f в квадрате этого маленького g от n. Вот. Но там есть хитрый способ моделирования машины с произвольным числом лент на машине с двумя лентами, при котором как раз замедление по времени получается умножение на логарифм. Значит, на этом способе я подробно не буду останавливаться. Если вам интересно узнать, как он работает, то это есть в первой главе книги Аррора Барака. Читает, это тоже давний результат еще 60-х годов. Соответственно, вот это вот можно за время порядка ну, в общем, h, лог h я напишу. Да, за время h от n логарифм h от n. Вот. Значит, если интересны детали, то читайте Аррору Барак первая глава. Можно вопрос? Да. Мы знаем, что h от n лог h от n это маленькая джета. Да. Непонятно, почему вычислить h от n за сколько мы можем. Не очень понятно. Не, но это тоже, это отдельно техническое утверждение, что есть h от n с такими свойствами, которые при этом конструируемые по времени. Конструируемые по времени это означает, что его можно вычислить за время порядка h. Это то, что здесь написано. У нас есть пункт h, который можно вычислить за время порядка h. Да. А порядок h это что такое? Ну, h у нас на некоторую константу. Хорошо. Вот. Соответственно, мы складываем h и h логарифм h и получаем тоже порядка h логарифм h. И это будет у маленькой от g от n. То есть времени g от n нам хватит. Так, ну что, понятная идея? Нет. Нет? Сейчас. Значит, смотрите, нам нужно две вещи. Что, во-первых, времени g от n хватит для вычисления, во-вторых, времени f от n не хватит. Мы пока первые обсуждаем, что времени g от n хватит. И утверждаю, что если просто наивным образом вот это запрограммировать по определению, то если, ну если это не совсем наивным образом сделать, а правильным образом вычислять здесь h и вычислять здесь mx от x, то тогда как раз времени g от n хватит. Вот. И здесь две компоненты. Одна компонент это вычисление h, поскольку h конструировано по времени, то времени порядка h хватит. а второе вычисление mx от x. Но само, как бы вот это mx от x, сама машина mx работает не больше, чем h шагов. Но наше моделирование вычисления mx от x может дольше работать, потому что мы на фиксированной машине моделируем произвольно. Вот. Но вот утверждается, что можно, если правильно все делать, то можно сделать так, чтобы замедление было не больше, чем таким. И тогда мы это суммируем, и, соответственно, все вместе получается меньше, чем g от m. Так, понятно, да? Вот. Ну, а теперь, собственно, диагонализация. Значит, диагонализация, почему s не принадлежит d time от f от m. Тут сейчас все развешенные ружья выстрелят. Уже, как бы, вот вот это уже раньше выстрелило, а сейчас выстрелит вот это вот. Вот. Тут, кстати, важно, чтобы было именно маленькое, да, потому что здесь достаточно большого. А вот здесь нужно обязательно, чтобы маленькое было. Вот. И также то, что я тут говорил, что это все машины тюринга, где каждая встречается бесконечно много раз. Вот это тоже сейчас пригодится. бесконечно много раз. Почему ты любишь, что htn, htn, оно помаленькое? Да я же говорю, это не обязательно у маленького, достаточно у большого. Но если у маленького, то тем более у большого. но это просто могут быть разные вариации, что, например, если вы требуете, чтобы было прям ровно htn без константа, тогда нужно у маленького. Потому что у маленького, если на любую константу, то множество тоже будет меньше, чем прямо htn. Вот. Но вообще-то в that time там мы договорились, что константа множество на htn тогда, и там достаточно константа. Так, так вот. Почему это s нельзя вычлить за время f от n? Будем доказывать от противного. Пусть можно. Тогда есть какая-то конкретная машина, которая это делает. Значит, пусть можно. Тогда какая-то машина, значит, существует x, такое, что для любого y mx от x равняется d от x. Так, еще существует константа, да, и существует, значит, существует константа, существует x, что для любого y mx от x равняется d от x, и... Ой, неправильно. mx, извините, от y равняется d от y. И mx от y вычисляется меньше, чем эта константа, умножить на f от длины y. Вот, значит, тогда мы теперь рассмотрим такое z. Рассмотрим z такое, что, во-первых, z сдает ту же самую машину, что x, x, да, поскольку у каждого, безусловно, очень много номеров, да, то мы можем взять сколь угодно длинный номер, сколь угодно длинный другой номер той же самой машины. Конечно, во-первых, да, z-ая машина делает то же самое, что и x-овая, а во-вторых, вот это вот c умножить на f от z от длины z. c умножить на f от длины z меньше, чем h от длины z. Вот, вот здесь мы как раз пользуемся тем, что f это маленькое от h, соответственно, c умножить на f от z тоже в какой-то момент меньше, чем значение h. Вот, а поскольку номеров бесконечно много машин, то мы можем взять такой большой номер, чтобы она делала то же самое. Вот, соответственно, получается, что тут тоже для любого y mz от y равняется d от y и mz от y вычисляется меньше, чем h от длины но сейчас, нет, пока давать тут не будем. Тут оставим c на f от y вот, а вот теперь поставим y равно z значит, поставим y равно z получается, что mz от z равняется d от z и mz от z вычисляется меньше, чем c на f от длины z и это будет меньше, чем h от z и вот тут получается противоречие. С одной стороны это самое d от z равняется mz от z а с другой стороны оно должно вот по этому правилу быть наоборот. Да, что если мы сюда поставим z, то тут тоже будет mz от z если оно равно единице, то d от z должно равняться нулю, если на нулю, то единица. и при этом вот из этого условия получается, что за h от z оно вычисляется. Поэтому тут вот иначе, что не вычисляется, тоже не может быть. Ну вот, получается, что это противоречие. Значит, это противоречие с определением d. в определении d написано, что d от z это единица минус mz от z а тут это получилось просто mz от z значит, так быть не может значит, никакого mx тоже нету. Вот, значит, за время f вычтить не получается. вот так, ну чего, понятно? Ну, классическая диагонализация. Взять на диагонали, сделать наоборот. да? Сейчас, нет, вот это все, это доказательство того, что s не лежит в d time. Тут мы, да, пусть, можно, в смысле, пусть принадлежит. Существует c, но что это значит? Значит, есть машина, которая дает тот же ответ, что d, и при этом работает достаточно быстро. это по определению означает, что s лежит в d time. Вот, и дальше получается, что ничего тут не лежит. Так, ну чего, перерыв будем делать? Давайте, перерыв, как раз эту теорему доказали. Так, ну вот из этой теоремы об иерархии можно, например, вывести, что не все функции, конструируемые по времени. Да, как это сделать? Ну, может действовать по-разному. Да, значит, например, есть такой способ, что мы берем какую-нибудь нормальную функцию, типа, поленом, какой-нибудь n в квадрате, например, и прибавляем либо ноль, либо единица в зависимости от значения какой-то очень сложной вычислимой функции на n. Да, то есть можно, ну, значит, значит, для любой границы, да, есть задача, которая вычисляется дольше, то есть есть функция, которая вычисляется дольше. Вот, но возьмем мы ее прибавим к какой-нибудь нормальной функции, типа n в квадрате. Вот, и получится, что чтобы эту прибавку вычислить, нужно очень длинное время, да, очень долгое время, и за n в квадрате не получится. Да, вот так можно показать, что есть не экструированная по времени функция. Вот, а вообще есть вот такая довольно примечательная теорема, что я тоже доказывать не буду, но сформулирую. паралленировка, наверное, сюда влезет. Значит, теорема называется Бородина Трахтенброта по разрыве. Ну, значит, ее тоже независимо доказал Бородин в Канаде и Трахтенброт в Советском Союзе в немножко разных терминах. Ну, соответственно, в англоязычной литературе она обычно, ну, по-всякому, да, где-то называется Бородин Гэп-Теорием, а где-то и Бородин Трахтенброт. Вот, значит, теоремия такая, что пусть есть какая-то функция. Значит, пусть G от N просто больше N, да, какая-то функция. Да, например, 2 в степени N. Значит, тогда существует, а, все-таки она вычислимой должна быть. Значит, G от N больше N, но G от N это вычислимая функция. Вот, значит, тогда существует такая вычислимая Т от N такая, что D-тайм от T от N равняется D-тайм от G от T от N. Да, то есть, если G от N как-нибудь быстро растущая функция типа экспонента или двойной экспонент или какой-нибудь башни из экспонент, да, то если бы T от N была конструируемая по времени, то тогда ясно, что там T от N гораздо меньше, чем G от T от N. И тогда тут было бы строгое вложение. Строгое вложение. Но оказывается, для неконструируемых может быть так, что вот такой вот огромный разрыв и там ничего нету. Ну что, понятна формулировка? Да, то есть, вообще-то, если больше времени дать, то можно больше вычислить, но только если вы само это время тоже можете вычислить. а так бывает ситуация, когда как угодно больше времени дают, а все равно вычислить может то же самое. Вот, значит, вот такая вот такая забавная теорема. Вот, но может быть на семинарах можно будет ее обсудить. Так, теперь еще одна теорема, которую я не хочу подробно доказывать, а просто показать, что она есть. Опять же, может быть, на семинарах будет доказательство, можно прочесть в книжке. Значит, это теорема Ладнера. Теорема Ладнера об НП промежуточных задачах. Опять же, формулируется очень легко. Сформулируется так, что если П не равно НП, то тогда существуют НП промежуточные задачи. Значит, а существует С, который лежит в НП без пульномиальных и НП полных. Ну, то есть, можно сказать, что вот это множество не пустое. Да, то есть, ситуация такая, что значит, вот здесь П, вот здесь НП полные, а тут еще НП промежуточные. НП intermediate, то есть, те, которые не полиномиальные, но и не НП полные. И на самом деле Ладнер больше доказал. Ладнер доказал, что там еще такая бесконечная иерархия таких уровней. да, что как бы на каждом, ну, как бы, что более высокие уровни не сводятся по линомиальным к более низким. Да, то есть, вот к этим НП промежуточным НП полные не сводятся. Иначе эти тоже НП полные были бы. Вот. Но тут еще есть разные уровни, да, и задачи с более высоких уровней не сводятся к задачи с более низких уровней. А снизу, вверх, наоборот, сводятся. Вот. Значит, но, к сожалению, эта теорема пока осталась чистой теорией, потому что, несмотря на то, что есть некоторое количество гипотетических НП промежуточных задач, нет ни одной естественной задачи, про которую было бы доказано, что если П не равно НП, то вот эта вот естественная задача, типа там, из-за машинных графов или еще что-нибудь, является НП промежуточной. Типа, из-за машинных графов, факторинг, там, в теории решеток есть разная задача. В общем, ни про одну из них такой теоремы нет. А есть искусственно-диагональная конструкция, которая, например, так же выглядит, как вот то вот, концептуально. Вот, где мы, то есть там, в общем, идея состоит в том, что мы строим наш язык так, чтобы он, во-первых, из каких-то простых соображений был в НП, а после этого мы его постепенно строим так, чтобы обманывать, во-первых, все полиномиальные алгоритмы, которые его пытаются распознать, и, во-вторых, все полиномиальные сводимости, которые к нему пытаются свести выполнимость. И в итоге, мы как бы все это обманываем, получаем, что он лежит в НП, но нет ни одного алгоритма, который бы его распознавал, и нет ни одной сводимости, которая бы к нему сводила. Вот он тогда промежуточный получается. Ну, это вот такая общая идея, как такое вообще доказывать, значит, ну, а конкретику, если интересуетесь, то прочтите, или, может, на семинарах будет. Так. Хорошо. Так. Ну, оставшуюся часть я бы хотел посвятить вычислениям с оракулом. Значит, есть вот такая концепция. Значит, вычисления с оракулом. Что это означает? Это означает, что есть какой-то оракул, который представляется как просто некоторое множество, какой-то язык, да, как просто некоторое множество слов, или, если угодно, множество ответов на вопросы. Да, потому что вообще вот оракулы в Древней Греции, да, это что такое? Да, это некоторая такая сущность, которой можно задать вопрос, а она даст ответ. Да, есть там много известных историй, типа, там, чем закончится битва, да, пойдет в Великая Империя. Да, и дальше думаете, это твоя Империя пойдет, или соперников. Вот. Соответственно, здесь предполагается, что для каждого вопроса заранее записан ответ. Да, значит, вот есть еще концепция Прувера. Прувер – это немножко другое. Значит, у Прувера нет заранее заготовленных ответов, а он может адаптироваться, да, и в зависимости от предыстории общения отвечать так или иначе на новые поступившие вопросы. Вот. А оракул работает не так, да, то есть оракул независим от истории общения всегда отвечает про то, что у него заранее записано. То есть, как бы не обманывает. Вот. Соответственно, ясно, что если этот язык А достаточно сложный, то тогда может гораздо больше вычислить. Да, значит, например, если там проблема остановки записана, то тогда можно решить проблему остановки и еще много других хороших задач. В принципе, все перечислимые множество разрешить. ИКО перечислимые, соответственно. Вот. Это, значит, если это мы в рамках обычной теории вычислимой, то в рамках сложности вычислений, даже если сам себя вычислимый, то, возможно, он какие-то вычисления экономит. Да, то есть, тут важно, что обращение к оракулу считается за один шаг работы алгоритма. И, соответственно, можно, может быть, если этот один шаг заменяет много каких-то других шагов, то можно существенно сделать более эффективным вычисления. Вот. Ну, то есть, получается, что в любой момент вычисления в любой момент вычисления можно за один шаг узнать, лежит ли х в а. Вот. Это может сэкономить. Вот. Так вот, теорему, которую я буду доказывать, звучит так. Значит, авторы, я ее, собственно, уже упоминал, когда мы говорили про проблему P равно NP. Значит, Бейкер, Джилл и Соловей. Значит, теремия такая, что существует такой оракул, при котором P равняется NP. Но также существует оракул, при котором P не равняется NP. вот. Из этого получается, что как бы не решался вопрос о равенстве P и NP, при переходе к оракулу это решение не сохраняется. изменяется. Да, то есть это значит, что и доказательство, если оно есть, того, что P равно NP или P не равно NP, должно как-то ломаться при переходе к вычислениям с оракулом. будет. Так, ну хорошо Значит, тут тоже диагонализация будет в одном из пунктов использована Значит, первый пункт получается без всякой диагонализации Просто непосредственным примером Значит, в качестве a можно взять язык exponential computation Значит, то, что вычисляется за экспоненциальное время То есть это множество троек m, x и t в унарной записи Таких, что m от x равно 1 И вычисляется за не более чем 2 в степени t шагов Ну, в принципе, если угодно, можно здесь использовать не унарную запись, а просто обычную двоичную И, соответственно, здесь такое число шагов и использовать Но просто при такой записи яснее, почему тут экспоненциальное вычисление Потому что здесь t, а здесь экспоненты Так вот, значит, утверждается, что тут тогда p с оракулом a равняется np с оракулом a А именно равняется просто классу exp Значит, ясно, что класс exp вложен в p с оракулом a Почему? Ну, просто достаточно один запрос Отправить Да, если у нас язык лежит в exp То есть какая-то экспоненциальная машина, которая за экспоненциальное время его распознает И мы именно эту экспоненциальную машину возьмем в качестве m x пошлем на вход И вот здесь будет как раз время работы Ну, то есть логарифм от него Вот, и мы, соответственно, спросим И что ответит, то и скажем Понятно, да? То есть если есть такой оракул То он как раз и нужен, чтобы экспоненциальное вычисление проводить за один шаг Вот, поэтому экспонент можно вычислить за поленом, если есть вот такой оракул Который всю эту экспонент как раз упаковывает в один шаг Вот, значит, дальше p с оракулом a вложено в np с оракулом a Так, дайте вот это я, наверное, напишу Пояснение, да? Просто Один запрос К оракулу С m вычисляющим данный язык Так, это просто всегда Значит, то, что p вложено в np Это сохраняется и при переходе к оракулу Потому что просто детерминированная машина Это всегда частный случай нетерминированный Вот, ну а np с оракулом a вложено в exp Почему? Ну, потому что, смотрите Чтобы ответить Чтобы смоделировать выполнение оракул Нужно экспоненциальное время Да, чтобы вот вычислить Надо запустить такое число шагов И понять, равно единица или нет Вот, но еще там есть недетерминизм Да, то есть перебор Но для перебора тоже нужно экспоненциальное время Ну, получается, что у нас экспоненциальное время на перебор И каждый шаг перебора тоже экспоненциальное время За счет моделирования оракула Но экспонент умноженный экспоненту Это экспонента Вот, поэтому все вместе укладывается в exp Да, то есть тут вот Экспоненциальный перебор Плюс Экспоненциальное моделирование Ответов оракула Вот, но вроде ясно Значит, ясно, что всего будет экспонента Так, ну ничего Понятно? Так, хорошо Значит, первое мы установили Значит, второе Будем постепенно настроить Значит, как сделать так, чтобы П с оракулом Б было строго вложено В НП с оракулом Да Что? Что? Какое это я беру с первого вложения за один запрос? Ну, Т берем как логарифм времени работы экспоненциальной машины, которая распознает язык Ну, пусть у нас есть какой-то S в эксп S распознает какой-то машиной M За время 2 в степени поленом Вот, тогда мы делаем запрос Именно эта машина M, именно эта X И вот этот самый поленом в унарной записи Вот, что он ответил, то и получится Так Так вот, да, значит Как построить такой B, чтобы B было строго вложено в НП Ну, опять же, нужно как-то его так построить Чтобы все алгоритмы, которые пытаются его за поленомальное время распознать Были обмануты Так Ну, значит, B строится постепенно И, значит, вопрос, какой конкретный язык Какой конкретный язык будет в НП, но не в П Значит, это такой унарный язык Значит, вообще унарным называется язык В котором все слова из одних единиц Да, то есть у него в каждой длине Либо вообще нет ни одного слова Либо есть ровно одно слово из всех единиц Да, вот это называется унарный язык И в данном случае мы рассмотрим такой унарный язык Значит, множество Унарных записей чисел N Таких, что B В пересечении со всеми словами длины N Не пусто Вот, утверждается, что он Да Ну, потому что Vx бывают какие угодно полиномы А если вы просто MX возьмете То здесь нужно какое-то конкретное время ставить Если это будет какой-то конкретный полином То тогда его не хватит А если вы что-то сверх полиноменали Тогда там какие-то другие попадут еще Ну да, да Я не спорю с тем, что он не будет экстенциальным Но в правительстве будет, наверное Ну, непонятно Просто дело в том, смотрите Дело в том, что если вы добавляете оракул То он, в принципе, добавляет мощности и P и NP И у вас может быть так, что Значит, если вы А, или что? Или вы хотите просто проблему остановки сделать? Кстати, хороший вопрос Значит, если просто проблему остановки То, ну, надо подумать Что-то, я думаю, там в сервисической иерархии что-нибудь Будет? Ну, кстати, это интересный вопрос Это можно поразмышлять об этом Я думаю, что если в качестве оракул Взять проблему остановки То там, ну, не знаю Может, NP быть чем-то больше, чем P Ладно, вопрос интересный Да, это можно поизучать Вот, так вот Значит, это вот унарный язык Так, и тут как бы идея такая Значит, такая метафора Что у вас есть такая очень странная файловая система Что Вы не можете посмотреть список файлов А можете только набрать туда имя файла И посмотреть, есть файл с таким именем или нету И, соответственно, B Да, вот это B Это список имен файлов, которые есть Вот А от вас требуется Понять, есть ли файл С именем такой длины Или нету Вот Значит, если NP Значит, если вы можете делать NP Тогда понятно Вы Узнаете Ну, как бы NP позволяет все перебирать Так что можно сделать экспоненциальный перебор всех Значит, всех Название такой длины И проверить, есть ли оно или нет Ну, а в термах NP Можете считать, что у вас откуда-то есть Подсказка Да, вам подсказать, как на самом файл называется И вы можете проверить, правильно подсказать или неправильно Значит, тогда, если файл есть, то подсказать правильно можно Если файла нету То подсказать правильно нельзя Вот И это я объясняю, почему вот это вот UB лежит в NP с Oracle B Это вообще для любого B Да, то есть вот это вот то, что UB лежит в NP с Oracle B И это просто совершенно всегда Вот А вот то, чтобы это не принадлежало P с Oracle B Можно это отдельно, специальным образом B построить То, что лунарный язык не лежит в P с Oracle B Это значит, надо построить Вот Значит, и как это делается Ну, интуитивно понятно, что если у вас нет никаких способов Кроме как проверять по имени файла, есть он или нет А файлов экспоненциально много, а у вас только полиномиальное время Да, то, наверное, ничего не получится Да, вроде как интуитивно это понятно Но, тем не менее, всякие бывают ситуации Да, бывает Есть в истории теоретического компьютер-сайенс Случаи, когда именитые ученые Что-то такое писали Говорят, что это очевидно А потом через некоторое время оказалось, что это неверно Как раз из-за того, что только если Как бы Если напрямую пойти, то ничего не получается А с какими-то обходными путями Может быть, что-то более хитрое Вот, так вот Значит, как построить B, чтобы это было верно Значит, ну идея такая Значит, идея, что нужно добиться Про каждую машину, чтобы эта машина ошибалась Значит, идея такая Что добиться Значит, добиться Чтобы Каждая Полиномиальная машина ошибалась И здесь нам снова пригодится Вот эта вот нумерация машин Где каждая встречается бесконечно много раз Значит, снова нумерация будет Той же самой Так И мы будем действовать следующим образом Значит, мы его будем строить постепенно Значит, B строится постепенно Так что На каждой стадии Только про конечное число слов Сказано, лежат они в B или не лежат Точно сказано А про остальные пока ничего не понятно Значит, на каждой стадии Про Конечное число слов Известно Принадлежность B Понятно, да? И, соответственно, на каждой стадии Про некоторое число слов добавляется Принадлежат они или нет И при этом Про каждое слово На какой-то стадии Должно быть понятно Лежит оно в B или нет Так Ну и более того Мы потребуем следующее Что про Каждую длину Либо для всех слов Известна принадлежность Либо для всех слов Неизвестна принадлежность Значит, для каждой длины Значит, либо Про все слова Известна принадлежность Либо про все Неизвестна Так Ну хорошо Соответственно, на каждой стадии Мы берем новую машину Значит, мы берем новую машину И какую-нибудь длину В которой еще ничего не известно Значит, стадия I Заключается в том Что мы рассматриваем M это И некоторую длину N Значит, про которую Ничего не известно Соответственно Эта машина Ну, мы как бы запускаем MI от N единиц Значит, запускаем MI с оракулом B От N единиц Она время от времени Делает запрос к оракулу Да, мы запускаем На какое-нибудь Достаточно длинное число шагов Сейчас скажу Значит, мы запускаем Она как бы время от времени Делает запросы к B А мы сами Сейчас скажу Как будем на них отвечать Значит, запускаем На 2 в степени N Делить на 10 шагов Да, то есть На достаточно длинное Экспоненциальное время Но меньше, чем на 2 в степени N Вот, а значит Она время от времени Делает к B какие-то запросы Значит, если уже известен ответ К текущей стадии То какое известен Такое отвечаем Значит, если запрос К известному слову То так и отвечаем Значит, если к неизвестному То тогда отвечаем Отрицательно И это себе тоже помечаем Да, помечаем Что про это неизвестное слово Ответ отрицательный Вот, после этого Есть два Два варианта Либо машина так ничего не ответила Либо что-то ответила Значит, если машина что-то ответила То мы делаем так Чтобы она ошиблась Да, значит, есть ответ То тогда доопределяем B Так, чтобы машина ошиблась Дело в том, что Что бы она ни делала Она не могла на одном шаге Запросить больше, чем одно слово И поэтому Поскольку она сделала Меньше, чем два степеньян шагов Она всего два степеньян слов То она не про все слова запрашивала И, соответственно Если она сказала один То про все незапрошенные Мы можем дописать нули И, значит, она ошиблась Если она сказала ноль То мы выбираем одну из незапрошенных Пишем там один Ну, а все остальные неважно Как? И, значит, она тоже ошиблась Вот, ну и дальше Поддержим вот этот вот инвариант Да, про Значит, про все слова Одной длины Значит, если она там какие-то еще другие длины Запрашивала новые То там мы все тоже их закрашиваем Не важно как Ну, например, тоже нулями Вот, и тогда Если каждый раз Мы берем минимальную длину n Про которую ничего не известно То тогда По итогам счетного числа итераций Про каждое слово будет известно Лежит оно в b или нет Понятно, да? Просто каждый раз Минимальная рассмотренная длина увеличивается Значит, за счетное число 1 Она увеличится до бесконечности То есть все длины рассмотрят Значит, при этом Никакого полиномиального алгоритма Тут не может быть Как раз потому Что у нас каждая машина Встречается бесконечно много раз И мы сможем ее рассмотреть На такой большой стадии Что вот это 2 в смену делить на 10 Будет меньше, чем полином Который, соответственно Ее время работы То есть наоборот 2 в смену на 10 будет больше Чем полином, который ее время работы Потому что все эти И все больше и больше Н все больше и больше И рано или поздно Полином станет меньше, чем 2 в смену делить на 10 И вот тут-то мы и найдем ошибку Да, там-то окажется, что машина Делает неправильно Значит, ни одна машина Не делает правильно Значит, это в P40 ммб не лежит Так Ну что, понятная идея? Вот Пару слов еще хочу сказать Есть еще такая теорема Что если мы возьмем случайный оракул То вероятность того, что P40 ммб Не равняется NPS40 ммб Равняется единице Значит, случайно оракул означает Что каждое слово Лежит или не лежит С равенствием 1, 2 Независимо от всех остальных Вот То есть тут получается уже такое бесконечное пространство Со всеми измеримыми множествами Снигмалгебры и так далее Но, соответственно, равно 1 Это не значит, что всегда Да, поскольку пространство бесконечное Да, что просто Значит, что равно на множество меры 0 И вот вопрос Равно ли PNP Это вопрос Вот Пустой оракул попадает в множество меры 1 Или в множество меры 0 Вот Одна точка с четного числа Может куда угодно попасть Вот При этом еще была гипотеза Которая говорила, что Если что-то для случайного оракула верно То оно и без оракулы тоже верно Вот это Эта гипотеза оказалась сложной Поэтому даже на нее опереться нельзя Вот Ладно, есть какие-нибудь вопросы? Хорошо, тогда спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Без такой АПЛОДИСМЕНТЫ